Здравствуйте! Вы смотрите новости. О самых важных и интересных событиях этого дня расскажут наши корреспонденты и я, Анна Костина. Коротко, главная тема этого выпуска. На улице Терешковой появится выделенная полоса для движения общественного транспорта. Можно ли обойтись без отключения горячей воды летом? Стартовал 71-й сезон работы Оренбургской детской железной дороги. Об этом и других новостях смотрите далее в выпуске. В Оренбурге продолжается уборка территорий после паводка. Накануне техника работала в СНТ дачного массива «Дубки», СНТ «Энергетик», «Химик», «Соловушка» в Дубовом плёсе и Овчином городке. За минувшие сутки на полигон вывезено 2211 кубометров мусора. Откачка воды проводилась в СНТ «Лесные дачи», «Нефтехимик» и «Дубки-2». За 29 мая откачено 2240 кубометров воды. Сегодня, 30 мая, работы продолжаются. Уборкой мусора и откачкой воды с подтопленных территорий занимаются более 70 человек. И задействовано более 50 единиц техники. На улице Терешковой Оренбурга появится выделенная полоса для движения общественного транспорта. Об этом сообщила администрация города. Как будет организовано движение, расскажем далее. Работы по строительству полосы начались ещё в прошлом сезоне. Сейчас они подходят к концу. Почти все необходимые дорожные знаки установлены. Светофоры находятся на стадии подключения, а также начинаются работы по нанесению дорожной разметки. Часть знаков у нас пока на данный момент закрыта, потому что не носена дорожная разметка. Водителям будет у нас разрешено двигаться только по средней и крайне левой полосе. Но на перекрёстках будет разрешено перестраиваться вправо для совершения поворота направо. Для пешеходов будет организован переход на всех пешеходных переходах со светофорными объектами. Дублирующие светофорные объекты, дорожная разметка. И, соответственно, островки безопасности на центральной части поездки. Ориентировочно в начале июня планируем запустить дорогу так, как она предназначена. Согласно проекту, правая полоса на участке от моста на улице Черешковой через улицу Шевченко до улицы Постникова будет выделена для движения пассажирского транспорта и такси. По словам директора Ассоциации перевозчиков Оренбурга, подобная разметка может улучшить работу общественного транспорта. В целом, выделенная полоса для общественного транспорта – это здорово, это хорошо, это правильно. То есть общественный транспорт двигается по своей полосе, общий поток не оказывает влияния на его движение. Это если говорить в целом о выделенных полосах. И в идеале общественный транспорт должен бы двигаться по выделенной полосе от точки А до точки Б, то есть на протяжении всего маршрута, как, например, с трамваями. Однако не всё так однозначно. По словам Максима Фазулина, данный участок дороги охватывает лишь около 10% от общего числа маршрутов. А также длина полосы недостаточно большая. И по её окончанию на проезжей части может образоваться своеобразная бутылочная горлышко, которая только усилит пробки. До выделенной полосы, грубо говоря, половину маршрута, траектории маршрута, автобус движется на общих основаниях, попадает на выделенную полосу, летит, всё здорово. А дальше она заканчивается, и он опять попадает в те же условия, из которых выехал. Собственно говоря, вот они все друг за другом выйдут из этой выделенной полосы и попадут опять в те же самые пробки. В истории Оренбурга уже была подобная полоса, но с течением времени её решили убрать из-за увеличения дорожного затора. В истории нашего города уже была выделенная полоса, это текала Гагарина, и от неё когда-то отказались, просто потому что трафик, который из года в год растёт, он настолько забивал оставшиеся полосы, что было принято решение пожертвовать выделенной полосой для общественного транспорта, использовалось всё-таки всего потока автомобилей, которые существуют. Сейчас поток ещё больше. Трудно прогнозировать, насколько позитивно или негативно скажется всё это на движении, на безопасности движения, на аварийности и так далее. По мнению Максима Фазулина, полоса для общественного транспорта может помочь снизить нагрузку на дорогах, но только при должном контроле ответственных органов. Алена Гадяева, София Пирогова, Олег Берендеев, Телеканал ЮТВ Можно ли обойтись без отключения горячей воды летом? На этот и другие вопросы ответил главный инженер Оренбургских тепловых сетей Виталий Дрёмов. Тепловые сети Оренбурга разбиты на 362 участка, 82 из которых магистральные. В чём плюс такой схемы? На гидравлические испытания мы отключаем не весь город целиком, как это было в предыдущие годы, а локальными участками под отключение попадают группы домов, либо микрорайоны какие-то. Эта схема позволяет более оперативно отыскивать повреждения в случае их возникновения, соответственно, устранять и возобновлять подачу ресурсов. В настоящий момент, а это конец мая, 53% гидравлических испытаний уже проведены. На 64% они пошли успешно, поэтому призываю жителей с пониманием отнестись к летним отключениям горячей воды, так как в летний период это, безусловно, неудобство. Но надо понимать, что это временное, локальное событие, которое позволяет избежать нам аварийных ситуаций зимой. А в нашем климате, без привлечения, скажу, это несёт угрозу жизни и здоровью людей. В Олегском районе вновь зафиксировали нашествие комаров и мошек. Кадрами делятся сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий. Вот в таких условиях на сегодняшний день приходится проводить обследование памятников природы областного назначения. Сотрудникам пишут в официальном телеграм-канале дирекции. В Оренбурге открывается очередной 71-й летний сезон работы детской железной дороги. Несмотря на то, что вся инфраструктура оказалась затоплена, магистраль успели привести в порядок. На запуске первого рейса в этом году побывала Юлия Писарева. Детская железная дорога стала важной частью Оренбурга. Этот год мог стать переломным. Паводок подтопил большую часть магистрали. Для воспитанников школы открытие этого года особенно волнительно. После паводка, что все рухнуло, как отмывали это, все чистили. Очень было страшно. Думали, не откроемся, а открылись. Станцию подготовили к открытию в рекордные сроки. Как только вода отступила, работники железной дороги приступили к подготовке. По словам Игоря Рязанова, начальника Южноуральской железной станции, к такому они были готовы и действовали по инструкции. Железнодорожникам удалось сделать абсолютно все для того, чтобы сроки начала работы детской железной дороги не изменились. Ну и как поезд и вагоны также были, соответственно, по сути, существенно подтоплены. Но, тем не менее, все отмыли, все просушили, все перезапустили. Там, где надо, побелили и подкрасили. С точки зрения локомотивов тоже самое, проявили все нужные ремонты. И мы видим, соответственно, что, как и предыдущие годы, железная дорога, детская, заработала. На открытии отметили, что для них важно было успеть ко дню защиты детей и до начала летнего сезона. Воспитанники Оренбургской детской железной дороги отмечают, что очень переживали. Многие из них хотят стать машинистами. Первая поездка на открытии за помощником машиниста. Очень сильно волнуюсь. Надеюсь, все пройдет штатно, без каких-либо замечаний. В моей обязанности ходят следить за дорогой, подавать вывестительные сигналы перед переездами во время движения. Сообщать машинисту, где, где, какое ограничение скорости. Получается, когда я пошел кататься на детской железной дороге, меня заинтересовало, как дети работают. Я решил узнать, где тихо учатся дети и пошел сюда. Изучил много профессий, был в семье и остановился на одной профессии. Это машинист тепловоза, ТУ-10. И, получается, сначала был помощником и работал, вот, отучился и работал на тепловозе машинистом. А сейчас я учусь в железнодорожной технике на профессии машинистом. Мы каждый год открывали, когда я работала, эту детскую железную дорогу. Все присутствовали, начальство мы все были. Билетные кассиры девочки готовились к этому. У меня младший сын работал на детской железной дороге, тоже здесь ездил проводником. Первый рейс уже совершился. Детская железная дорога будет работать по средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Отмечается, что покупка билетов производится непосредственно в день перед поездкой. Оренбушцы смогут оплатить путешествия наличными или по терминалу. Юлия Писарева, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. С вами была Анна Костина. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова